Главной темой обращения главы государства стала демографическая политика. Владимир Путин призвал принять все меры, чтобы обеспечить устойчивый демографический рост. И в первую очередь это касается поддержки семьи с детьми. Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Обратился глава государства к теме образования. Он предложил повысить статус учителей и с 1 сентября ввести доплаты для классных руководителей. Принципиальный вопрос, который обсуждался и в нашем регионе, и неоднократно обсуждался на федеральном уровне, это решение вопроса с горячим питанием в начальной школе. То есть для детей с 1 по 4 класс, причем независимо от уровня доходов. И эта мера будет реализовываться силами бюджетов трех уровней – федерального, регионального и местного бюджета. Также глава государства обратился и к теме здравоохранения. Он предложил изменить порядок привлечения студентов в медвузы. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов. По самым дефицитным направлениям Владимир Путин предложил установить практически стопроцентное целевое обучение. Неоднократно президент обращался и к Народному фронту. В частности, попросил проконтролировать строительство ФАПов. Настолько разностороннее было вот это обращение и настолько много интересных дополнительных идей, которые сегодня были произнесены. Действительно, есть над чем работать. И Народный фронт, безусловно, будет включаться в эту работу. Причем в речи президента так и прозвучало. Я прошу Народный фронт проконтролировать решение этой задачи. Обратился глава государства к теме обеспечения населения жизненно важными лекарствами. Он отметил, что в этом году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. Мониторинг закупок лекарств Общероссийский Народный фронт также намерен взять под свой контроль.